Мир вашему дому, дорогие зрители и подписчики нашего канала! У нас весна! Это великолепное время, полное забот. Совсем скоро начнутся огороды и борьба за урожай, пастьба коз и много других забот, таких как заготовка сена, постройка нового хозблока в хуторе для всех наших животных и многое другое. Но обо всем этом вы увидите в других видео на нашем канале. А сегодня я хочу рассказать о том, как мы делаем комбикорм для наших кур, а также на чем мы его делаем. Ну, чтобы посмотреть, как и на чем мы это делаем, нам надо пройти в наш гараж. У нас имеется вот такой вот агрегат. Вам его, наверное, плохо видно, но попробую его потом снять получше отдельно. Это вот такая вот довольно-таки старинная самодельная крупоружка, которая, наверное, еще видела Октябрьскую революцию. Кстати, сегодня я собираюсь приобрести новую крупоружку. Так что это ее последний помол. Можно сказать, мы провожаем ее на пенсию. Также хочется сравнить ее производительность, поэтому я сейчас засеку время, сколько понадобится на помол ведра этой крупоружки. А затем то же самое сделаю с новой крупоружкой. Чтобы сравнить производительность этих агрегатов. В основе состава комбикорма для птицы, особенно куры-несушки, лежит пшеница. Масса ее в комбикорме достигает 50%. Я меряю комбикорм не весом, а объемом. За объем взято вот такое вот ведро. Это один объем. Между собой перемешиваю я уже не помолотый корм, а еще цельное зерно. На мой взгляд, так намного проще. А потом все это вместе просто перемолоть. Ну, берем 5 частей пшеницы. Две части ячменя. Одну часть кукурузы. Одну часть подсолнечника. Четверть части мясокосной муки. И такое же количество отрикальций фосфата. Все это перемешивается, а затем перемалывается на крупоружке. Также хотелось бы сказать, что для больших объемов можно использовать для этого бетономешалку. Ну, вот такой получается комбикорм. Сейчас мы это перемолим еще на крупоружке. Ну, таким образом мы готовим комбикорм для наших курнисушек, которые нам несут регулярно яйца. Мы этим очень довольны. А как кормите вы вашу птицу? Пишите в комментариях. Замер времени опять-таки буду производить вот по такому ведру. Сколько здесь веса, не знаю. Хотя можно попозже взвесить, чтобы знать еще и по весу. Запускаем наш агрегат. Секундомер уже готов. Секундомер уже готов. Секундомер уже готов. Секундомер уже готов. Продолжение следует. Продолжение следует. понадобилось этой крупоружки чтобы перемолоть это ведерко посмотрим сколько на это уйдет времени у современного агрегата ну вот такой зерноизмельчитель я приобрел производительность у него заявлена 500 кг в час мощность двигателя 1,5 кВт большой бункер также можно измельчать початок целиком конструкция у него молотковая, а не жирновая я его только что собрал еще не включал сейчас это сделаем вместе с вами первый раз у него стоит внутри сетка на 5 мм я сейчас ее поменяю на более мелкую сетку тройку поставим сетки идут с ним в комплекте дополнительные и попробуем измельчить наша тестовая ведерко зерносмеси посмотрим за сколько она справится с этой задачей хотелось бы сразу сказать что это не реклама мне никто его не дарил не давал тестировать я не такой уж супер популярный известный блогер чтобы быть удостоен такого внимания также хотелось бы сказать что это далеко как можно вырезаться не заводской аппарат это делает небольшая группа людей ну такая небольшая фирма можно сказать состоящая из пяти человек в соседнем городе на мой взгляд делают довольно таки надежно и качественно потому что сравнивал я ее ну чисто визуально с другими измельчителями в основном китайские сейчас в ходу их конструкция намного более хлипкая по сравнению с этим агрегатом даже хотя бы взять во внимание те же самые молотки здесь не из тоненькой двойки а уже полноценная четверка ну вот 4 миллиметра ну и двигатель соответственно полтора киловатта тоже по-моему серьезная заявка и хотя цена у данного агрегата значительно дороже чем у его китайского аналога но я думаю это вполне оправданно я ведь ее покупаю не на один год эксплуатацию и даже не на два у меня старый измельчитель проработал больше 10 лет ну вот такую вот я поставлю сетку 3 миллиметра она также в комплекте идет на 4 миллиметра тройка это самая мелкая которая идет вместе с ним в комплекте ну а отдельно можно приобретать и другие размеры одел перчатки а то об сетку можно порезать руки еще также хотелось бы сказать что хоть она и так такого еще хотелось бы сказать что она хочет так сказать гаражного исполнения но на нее идет год гарантия даются инструкция вполне полноценная то есть все довольно-таки серьезно кстати на просторах интернета я так и не не смог найти видеообзор данной крупоружки извиняюсь зерно измельчителя так что думаю это будет наверное первый все готово хвалить то я нахвалил но правда еще ни разу не включал давайте включим а то может зря хвалил сразу бы хотелось сказать что это видео снимается не в тот же самый день а спустя несколько дней после съемки видео о старом измельчителе как видите погода чуть-чуть испортилась идут дожди но сейчас не об этом сейчас будем пробовать измельчать зерносмесь которую мы измельчали на том измельчителе вот вот она это такая же зерносмесь как я делаю для наших кур попробуем засечь время которое уйдет у этого зерноизмельчителя на измельчение данной смеси ну и посмотрим какой помол получился здесь очень удобно можно засыпать сразу там стоит задвижка которая перекрывает подачу зерна ну давайте попробуем включить а то сказано уже много а результата пока не видно спустили агрегат сейчас мой помощник включит секундомер на позже включит включит Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, время, за которое этот измельчитель справился с поставленной задачей То есть на полторы минуты быстрей Ну, думаю, по-моему, результат достойный Причем хотелось бы сказать, что помол довольно-таки однородный такой На той крупоружке, если получается, что одно зерно крупнее и много пыли То здесь практически полностью однородная масса Я доволен Благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца Кому было интересно, подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки, комментируйте нас Нам это очень важно Всем добра!